Девятый день по воскресению Христа Как по канонам церкви его провести и что нужно делать живущим на земле, чтобы продлить себе жизнь? Обратимся вначале к истории, связанной с апостолом Фомой. Он не поверил в воскресение Христа, сказав «Если не увижу в руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Всем знакомо выражение «Фома неверующий». Однако по свидетельству Писания апостол Фома, впоследствии раскаившись в своем неверии, обошел со своей проповедью почти всю землю. Он основал христианские церкви в Палестине, Месопотаме, Ефиопии и Индии и донес христианское учение до Китая. Апостол оказался не столько неверующим, сколько неравнодушным ко всему, связанному со Христом. Первоначально Радоница отмечалась не только во вторник, но и в понедельник в Фоминой неделе. На Радоницу принято посещать кладбище и навещать могилы родных. Поскольку название праздника происходит от слова «радость», церковь призывает не оплакивать усопших, а наоборот радоваться, поминая тех, кто обрел жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная жизнью воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Есть место радости, что они у Господа, что Господь не оставлен, потому что для Господа нету мертвых, для Господа все живы. По словам батюшки, молитва за усопших – это главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается в трапезе на кладбище. Старославянская триза все же прочно укоренилась у россиян и по сей день. Никогда невозможно поминать водкой, никогда умирает человек, не должно быть поминок с спиртными напитками, а тем более и поминание на кладбище. Это самое натуральное, идет язычество, которое не имеет с христианством никакого отношения. Принято в славянском народе брать с собой куличи, брать пасхальные яйца крашеные, которые на кладбище, но они должны раздаваться нищим и малоимущим с просьбой, хотя бы помолиться о том человеке, который пришли навестить, даже приветствовать радостью пасхальную, что Христос воскрес. В первую очередь для христианина усопшего – это молитва. Эта молитва – это любовь, любовь, которая не просто пребывает здесь, это любовь, которая постирается в вечность, потому что мы в молитве обращаемся к Господу с просьбой. Упокой Господи душу усопшего рабата, дай покой. Кладбище – это то место, где покоятся тела усопших. Земля – это муниципальная, поэтому платить за нее не нужно. Единственные расходы для родственников – услуги могильщика. Еще в 80-е годы в Анапе под городское кладбище выделили 35 гектар, но с каждым годом земли становится все меньше, увеличивается количество захоронений. Кладбище в станице Анапской и хуторе Чембурка закрыты, и станиц хоронить людей везут в город. Самое главное, что нам осталось, живущим на земле, они и так важны – цветы, памятники, самое главное – молитва. В северной столице есть Смоленское кладбище, где покоятся мощи святой Ксении Петербургской. Сюда приезжают христиане со всех уголков России. Еще при жизни Блаженная получила от Бога дар прозорливости. После внезапной смерти своего мужа 26-летняя Ксения избрала тяжелый путь юродства. В 1974 году принимала участие в построении Смоленской церкви, тайны по ночам таская на своих плечах кирпичи. После многолетнего народного почитания Блаженная Ксения была причислена к лику святых. Посетители могилы Ксении Петербургской брали землю, веря, что она – лучшее средство от болезней. Земля разносилась, приходилось делать новую насыпь. Вскоре там положили могильные плиты, но верующие разобрали и ее на мелкие кусочки и разнесли по домам. И так продолжалось до тех пор, пока они построили на месте могилы часовню. Множество сведений о часовне, о чудесах, явленных по молитвам Блаженной Ксении, собраны в книгах. Чтобы понять, как велико благоговейное почитание Ксении, надо побывать в часовне в день поминовения усопших или в день памяти святой 6 февраля. В этом году около тысячи христиан посетили храм и часовню на Смоленском кладбище. Люди рождаются живыми и только потом в свое время умирают. Жизнь Аркадия Бушина началась необычно. Он родился мертвым, чтобы ожить. Первые 25 минут своей жизни Аркадий не дышал. Дыхание появилось неожиданно, на 26-й минуте от момента рождения. Такое опоздание не прошло бесследно. Частично погибли клетки головного мозга, отвечающие за порно-двигательный аппарат и речь. Несмотря на физическую боль и ограничения, связанные с передвижением на коляске, он всегда стремился к знаниям. Получил высшее образование в духовной семинарии, защитил ученую степень магистра богословия. Аркадий – поэт. На его стихи слагают песни. Песня. Продлить свою земную жизнь можно. По словам батюшки, для этого нужно соблюдать заповедь. Чти отца и матерь твою, да благо тебе будет, и долгоденствуешь и будешь на земле. От нас зависит очень много, сколько мы проживем. Предавшись страстям, пьянству, наркомании, мы сами обрекаем, потому что это сродни самоубийству. Господь за почитание дает и благо, это счастье наше, дает и долгие годы на земле. И когда человек думает, что еще много лет жизни, это просто гордость. А дни лукавые, это слова евангельские, что дни лукавые, и мы не знаем этого, что мы рассчитываем, что еще много лет жизни у нас. А в сегодняшнем, в любой день может остановиться жизнь человеческая. И мы должны дорожить как раз этой жизнью. Дорожить в том плане, что не только стараться успеть все, как считает человек, а дорожить, чтобы душу, которую нам Господь дал в чистоте, сохранить как раз в чистоте. А для этого и нужны и молитва, нужны и посты, нужны и хождение в Храм Божий. Потому что без Божия, без Бога невозможно очистить или привести в то состояние, которое дал Господь душу, которая осквернена как раз нами. Бояться надо не смерти, а пустой жизни, говорили святые. Всего доброго и до встречи!